Здравствуйте! Вы смотрите технический обзор основных валютных пар от компании Grand Capital. Начнем с пары EURUSD. В начале нынешней торговой недели пара EURUSD вновь пыталась протестировать уровень сопротивления 1,4560. Однако после выхода данных о том, что Греция вновь испытывает трудности с обслуживанием внешнего государственного долга, валютная пара вторую сессию подряд демонстрирует происходящее движение. И в преддверии публикации комментариев с последнего заседания Комитета по открытым рынкам США пара торгуется в ранее заданных диапазонах. Соответственно, ближайшим уровнем сопротивления для пары является отметка 1,4560, в то время как уровнем поддержки является средне скользящая периодом 100 и уровень 1,4370. По нашему мнению, в течение нынешней торговой недели движение валютной пары EURUSD будет колебаться в данном заданном диапазоне. Что касается другой котировки с единой европейской валюты, котировка EURUSD против британского фунта стерлингов, также в начале торговой недели демонстрировала нисходящее коррекционное движение, однако сегодня в течение европейской сессии пара укреплялась в том числе и на общем нисходящем движении британского фунта. По-прежнему для пары актуальным уровнем сопротивления является отметка 0,8890 и в случае непреодоления данного уровня мы также ожидаем возобновления коррекционного движения, которое возможно остановится на уровне 0,8820. Что касается валютной пары фунт против доллара США, в течение сегодняшней европейской сессии британский фунт значительно ослаб против американского доллара и в случае если после публикации комментариев с последнего заседания комитета по открытым рынкам США котировка продолжит нисходящее движение, а также в случае негативной статистики по Великобритании, которую мы ожидаем в среду и в четверг, есть смысл ожидать продолжения нисходящего движения как минимум к уровню 1,6150. В случае если на фоне положительной британской статистики британский фунт снова вернется в ранее заданные диапазоны, в данном случае есть смысл говорить о восстановлении пары к отметке 1,6390. Валютная пара австралийский доллар доллар США. Австралийский доллар как и другие товарно-сырьевые валюты все больше коррелирует с котировками товарно-сырьевых активов, в частности с золотом. После диапазонного движения, которое было задано диапазонным движением по котировкам золота пара, продолжая демонстрировать неопределенное движение и в данном случае важнейшими возможными сигналами для продолжения восходящего или же для коррекционного нисходящего движения будут пробития уровней сопротивления, то есть отметки 1,0685 или же ближайшего поддержки отметки 1,0600 ровно. Конечно же решающим фактором, оказывающим сильное влияние на возможное продолжение укрепления котировок австралийского доллара или же на его коррекционное движение, будет ситуация на товарно-сырьевых площадках и в частности движение котировок золота будет оказывать существенное влияние на движение котировок австралийского доллара. Следующая пара, которую мы рассмотрим, пара евро-швейцарский франк. Как видно на графике, пара уверенно преодолела техническую картину вымпел и на фоне пятничных комментариев главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке уверенно преодолела уровни сопротивления 1,1600 ровно, 1,1550. Однако уже в начале наступившей торговой недели пара вновь демонстрирует коррекционное движение, которое возможно вылится в среднесрочный консолидационный канал. Конечно же, на продолжение укрепления евро против швейцарского франка будут играть в целом настроения инвесторов, в частности в случае уменьшения риска аппетита котировки евро-швейцарский франк могут вернуться в ранее заданные диапазоны, то есть к отметке 1,1450. Однако в случае увеличения риска аппетита на рынке и в случае общего укрепления единой европейской валюты котировка может продолжить восходящее движение, в случае ближайшим сопротивлением для валютной пары евро-франк. В рамках возможного укрепления станет отметка 1,20. Однако мы не ориентируемся в ближайшее время на сильное продолжение укрепления котировок евро-швейцарского франка.